Дорогие друзья, всем привет! Сегодня отзывы о товарах из Фикс Прайс. И хочу начать я с огородных дел, а именно с этой плавательной доски, так называемой, которую я буду использовать в качестве подколенников. Вот я ее положила на землю, сейчас присяду на коленки, вот так вот, вот они, мои коленочки. Возьму лопаточку, также купленную из Фикс Прайс в прошлом году, жива до сих пор. И сейчас я посажу вот эти гвоздички с использованием товаров из Фикс Прайс. А дальше я покажу, как буду применять вот эти опоры для цветов. Итак, поехали! Так, один кустик уже посадила. Беру лопатку, делаю ямку. И сейчас буду присыпать землей. Гвоздички посажены, лопатка свою роль сыграла, нужно идти дальше делать. Ну, вот таким образом пристроила я опору для ромашек. Вот, держит пока. Все замечательно, там посмотрим. Эти две опоры я пристроила для эхинацеи. Я не могу сказать, что они мне очень понравились. Все-таки проволочки тонковатые, потом они невысокие. И все-таки это опоры не для высоких цветов. Эхинацеи полтора метра где-то будет. И, конечно же, эти опоры ее тут не удержат. Так что, прежде чем покупать такие опоры, надо прям хорошо-хорошо представлять, для каких цветов. Не более метров все-таки, я думаю, так. Сам материал хлипковат. Довольно-таки гибкие. Ну, не знаю я. Что-то как-то я не могу сказать, что я довольна. Меня вот некоторые зрители спрашивали, а куда я использую вот эти вот миски, которые покупала в фикс-прайсе за 99 рублей. Дело в том, что они очень удобные, эти миски. Вчера также делал вот котлетки. Вот, осталось тоже. Ну, хранить вот это все в сковородке или в этом противне стало очень удобно. Поэтому я беру и сейчас все перекладываю в эту миску и помещаю в холодильник. Вот чем это удобно. И также можно, допустим, и макароны, или еще второе какое-то. Да вообще что угодно. Это вот один из способов использования. Дальше я здесь вот замешиваю блинное тесто. Да вообще, мне кажется, прям очень широкое применение можно. Вот так вот все я сложила в мисочку. Крышечкой накрываю. И в холодильник все это дело убираю. Очень удобно. Все готово. Переложила вот в такую мисочку из фикс-прайс. Открываю крышку и убираю в холодильник. Красота! Вот она моя любимая чашечка за 25 рублей. Кипяток в нее я теперь наливаю только таким способом. Сначала кладу сахар. Кофе ложечку оставляю в чашке. И только после этого наливаю кипяток по ложечке. Таким образом, я думаю, она у меня сохранится очень долго. Спасибо девчатам за советы. Кисточка из фикс-прайс для теней. Я ей осталась чрезвычайно довольна. Очень нравится она мне. Итак, вот берем тени. Смотрите, как чудесно они набираются. Так. И чудесным образом накладываются. Так. Дальше набираю светлые тени. Просто прелесть. Кисточка чудесная. Я очень довольна. Средства для стирки. Итак, полтора литровый новый гель Окси за 99 рублей. По литру два геля для стирки за 99 рублей. Также гель для стирки за 55 рублей. Здесь 1,2 литра. И еще одно средство. Бимакс Колор. Также полтора литра за 167 рублей. Что я хочу сказать. Гели разные. Цены разные. А стирают они все абсолютно одинаково. Я разницы никакой не заметила. Да. Каждый гель имеет свой запах. Но все до одного запахи простые, нейтральные. И не вызывает никаких раздражений. Эти два геля более вязкие. Этот гель более жидкий. Этот, скажем так, средний. Но этот обычный нормальный гель. Добавляю в стирку одинаковое количество геля. Неважно, какой из них я использую. Отстирывают они, как я уже говорила, абсолютно одинаковые. И помогают им отстирывать пятна. Вот эти два средства, которые я не устаю хвалить. Итак, Pura Color с активным кислородом. И Pura White с активным кислородом. Для цветного и для белого белья. В сочетании с этими отбеливателями работают абсолютно все гели и все порошки. Фломастеры за 77 рублей покупали в фикс прайсе. Очень нравятся. Ребенок рисует с большим удовольствием. Ему нравится. Также за 25 рублей вот такой альбом для рисования покупали. Как мы с ним занимаемся. Вот здесь вот наклеечки, которые также мы покупали в фикс прайсе. Вот Ваня сам наклеивает их. Вот слова там всякие разные делаем. Как мы так с ним занимаемся. Рисуем. И не так давно, вот Ваня на художество, конечно, вот. Он так у нас рисует. В детском саду был конкурс рисунков. Нужно было нарисовать сказочного героя. И воспитатели сказали так. Родители не надо рисовать. Пусть дети рисуют сами. И вот Ваня у нас нарисовал сам рисунок. Рисунок у него назывался колобок. Сейчас я покажу примерно, как он выглядел. Его рисунок искал, искал. Но в итоге вот где-то как-то так выглядел его рисунок. Он там нарисовал, сказал, что вот здесь вот что-то кругленькое было. Это как будто колобок. Ну, в общем-то, он объяснил, да, что это у него был колобок. И в итоге впервые в жизни ребенок получил первую свою грамоту. Объявляется благодарность Стеклину Ивану, воспитаннику младшей дошкольной группы, за участие в конкурсе рисунков в гостях у сказки. Так что вот. Такие достижения у нас с помощью фикс-прайс. Еще раз хочу показать свою клумбу, которая была украшена с помощью всяких разных интересных штучек из магазина фикс-прайс. Ну, во-первых, вот у меня здесь четыре фонаря. Да, они работают, но причем работают только три. Этот вот в итоге все-таки сломался. Он у нас не горит. Ну, вот цветочек из трекоза нормально работает, все прекрасно. Также ломалась у меня уже и эта вертушка. У нас были сильные ветра, и вот одна лопасть у меня розовая отлетала, и я посадила в итоге ее на клей. И, в принципе, она продолжает работать. В принципе, в итоге я довольна, потому что все равно моя клумба мне нравится. На этом, собственно говоря, все. Если вам понравилось, ставьте лайки. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok